МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном коротко прямо сейчас. Успех целого коллектива области или успех целой страны очень часто зависит от человека. От человека наиболее ответственного, от человека наиболее целеустремленного. От ученого до многодетной мамы, от рабочего до колхозницы. В Новосибирской области вручили государственные награды. Некоторые уже по второму, по третьему разу приезжали. Они говорят, а вы все еще лежите? Мы говорим, да, все лежим. Новосибирские врачи провели уникальную операцию. Впервые пересадили десятилетнему мальчику почку и печень. Почему донорские органы пришлось ждать долгих четыре года? Пробуйте, понимаете, что забыли его посолить. Вместо того, чтобы добавить свою субсоль, вы его выливаете, начинаете варить заново. Четыре комнаты на одной сцене и силиконовая долина вместо старой барской усадьбы. Зачем режиссера «Красного факела» переместили героев Горького во времени и пространстве? Инспекторы регионального Минтранса сегодня отправились на Ленинск-Кузнецкую трассу проверить выполнение работ по программе «Безопасные и качественные дороги». Подробности расскажет наш корреспондент Александр Куршев. Ленинск-Кузнецкое направление, 42-й километр межрегиональной трассы. Еще два года назад здесь была концентрация ДТП. Водители обгоняли друг друга, выскакивая на встречную полосу. Сегодня ситуация поменялась корень. Дорожную ширину увеличили. Устранили колейность, заменили дорожные знаки, обновили разметку. Но главное, на подъемах и склонах сделали четыре полосы. Подрядчик уверяет, на качестве не экономили. Использовали многослойное асфальтовое покрытие. «Щебенышно-мастичная смесь, она более такая крепкая, износоустойчивая, потому что здесь грузоопряженный участок, фуры ездят, горные рядом. Поэтому самая такая нормальная смесь». «А какой-то, допустим, гарантия у нее есть? Сколько она проснула?» «У нас гарантия есть – пять лет». В 13 километрах отсюда дорожники заканчивают укладку асфальта. Следующий важный этап – монтаж водоотводов, укрепление откосов и посев трав. Пока позволяет погода, работы идут в круглосуточном режиме. Машинист асфальтоукладчика Сергей Германов отвечает за выравнивание горизонта дороги. Рассказывает, где грешит техника, нужны руки. «Какая должна быть толщина? Скажите, здесь 6 сантиметров. Сколько? 5. 5 сантиметров. Уложены 6. А у када не 5». Руководство регионального Минтранса интересует, как дорожники соблюдают стандарты и технологии, чтобы сокращение сроков не отразилось на качестве. Стратегическая задача – строительство четырех полос от границы Новосибирска до восточного обхода. Это почти 44 километра. «Сегодня порядка уже двух миллиардов выполнения работ. И на 11 объектах, 54, работа уже на сегодняшний день завершена». По словам главы ведомства, сейчас в Новосибирской области 85% межрегиональных трасс соответствует нормативам. До 2024 года вопрос с безопасными и качественными дорогами в регионе должен быть полностью закрыт. Александр Куршев, Алексей Баженов. Новости ОТС. 18 сибиряков удостоены государственных наград Российской Федерации и Новосибирской области. Сегодня в областном правительстве честовали лауреатов. «На самом деле успех целого коллектива области или успех целой страны очень часто зависит от человека. От человека наиболее ответственного, от человека наиболее целеустремленного, человека, способного вести за собой. И в этом зале присутствуют именно эти люди». Среди награжденных – учителя, врачи, тренеры, строители, в частности, знаком за заслуги перед Новосибирской областью, наградили заместителя председателя ЗАГСобрания Валерия Ильенко. Медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени» получила директор Новосибирской гимназии номер 2 Ирина Михно. Самые весомые в буквальном смысле слова «Ордена» – родительская слава. Они отправились в Кыштовку, где живет Чита Вахитовых, в семье учителя литературы и журналистки – семеро детей. «Было трудно, где-то справлялись. Ну, как бы надо жить, просто терпеть где-то, любить просто». Женился я супруге сказал, если мне десятерых родишь, мне хватит. Так что у нас были в планах. Хотя мы женили в 93-м году, это был очень, ну, скажем, такой для России, такой период сложноватый, чтобы поднимать детей. Но не от этого зависит. Впервые в Новосибирске ребенку пересадили сразу два донорских органа – почку и фрагмент печени. В России до этого делали подобные операции, однако донорами становились родственники. В случае с пациентом в Новосибирске такой возможности не было. Моя коллега Наталья Цопина о том, почему пересадки ждали 4 года и как сейчас чувствует себя мальчик. Сегодня Вадим с мамой пришли в больницу в гости. Уже два месяца мальчик наконец-то живет дома в отделении педиатрии. Маленький пациент был несколько лет. «Сложилось, что он находился у нас в стационаре практически 4 года, поскольку требовал проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа. Он имел врожденное заболевание почек, которое в финале привело к терминальной почечной недостаточности. И характер этого заболевания таков, что при нем поражается еще и печень». Родственная пересадка оказалась невозможной. Вадима поставили в лист ожидания. У детей приоритет. Однако сколько времени займет поиск подходящего органа от посмертного донора, предсказать невозможно. Вадим успел отметить в больнице несколько дней рождения. К нему в палату приходили учителя. В отделении он заводил друзей. «Они недолго другие приезжали, те уже выписывались. То есть ты там сам выспорожил? Я сам многим подружился, но они быстро выписывались. А вы все оставались в больнице? Да, некоторые уже по второму, по третьему разу приезжали. Они говорят, а вы все еще лежите? Мы говорим, да, все лежим». Мама хорошо помнит тот день, когда сказали, что донор найден. «Ребенок лежал в больнице в это время с бабушкой. Я была на работе. Где-то в районе обеда мне позвонили, сказали, что возможно сегодня будет операция. Мы скорее с мужем приехали в больницу. Операция была только вечером в 10 часов. До 10 мы сидели, ждали, пока там обследовали донора». Операция продолжалась 9 часов. «Хорошо перенес операцию. На пятые сутки у него нормализовались все показатели печеночных ферментов, показатели функции трансплантата почки. Соответственно, в настоящее время все эти показатели пребывают в норме». Такое хирургическое вмешательство в регионе выполняли впервые. В России подобные операции единичны. Делать их можно только в крупных многопрофильных клиниках. Новосибирская областная больница официально признана Центром по развитию детской трансплантации. «Даже несколько лет назад мы считали, что это из-за разряда получуда. Но на основании того, что на сегодняшний день сделано, а стартовала программа трансплантации печени в 2010 году, с тех пор только печени, уже 200 пациентов спасено. И это практически не только Новосибирск, это на сегодняшний день. Все, что касается от Урала и Дальнего Востока, эти все пациенты проходят через наше лечебное учреждение». В листе ожидания Новосибирской области на сегодня около 130 человек. Трем детям необходима пересадка почки, двум – фрагмента печени. По действующему законодательству донорами могут быть только совершеннолетние. Новый законопроект о трансплантации обсуждают уже несколько лет. «Будут заложены возможности использовать умерших детей в качестве донора формы. К сожалению, дети умирают. Как бы это ни звучало страшно, но дети умирают. А другие дети могли бы и не умирать». После трансплантации Вадим должен пожизненно получать иммуносупрессанты – препараты, которые подавляют отторжение донорского органа. Мальчик знает многие медицинские тонкости. «Вот я сделал диализный аппарат, как на диализе. Ну, он не совсем как на диализе, но похож. Из пластика такой продается. Пластик двухмиллиметровый. Здесь канистру. Канистры хочу потом еще сделать. Поставил кассету, через которую очищается кровь». Вадим хочет стать изобретателем. Любит математику и фантастику. Учится на отлично. И в следующем году врачи обещают разрешить ему пойти в обычную школу. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Сегодня глава региона Андрей Травников и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописано строительство дорог, инвестпроекты по развитию наукоемких производств и даже устройство инновационного цвета музыкального фонтана в центре Новосибирска. Рассказывает Андрей Баев. Новосибирский детский технопарк. Один из первых подобных центров в России. Здесь ребята уже в 7 лет мыслят, словно опытные инженеры и программисты. Ребята постарше готовы презентовать возможному инвестору, руководителю крупнейшего российского банка, свои разработки. Интеллектуальные робототехнические системы школьников уже оценили на многих международных форумах и олимпиадах. Дахар Зикирин таких высот еще не достиг, но уверен, гостям понравится его строительный кран. Пока не пришли, нужно все настроить. Сейчас я время подбирал, как бы вот там двигается кран, и как бы чтобы он слишком много не поднимал, иначе он будет там сломать. И слишком низко не опускал, иначе у него груз упадет. Встречают главу региона и руководителя Сбербанка самые юные исследователи. Рассказывают о домах будущего. Это система умного дома. Этот дом построили изобретательством, чтобы облегчить жизнь другим людям. Прежде чем поставить подписи в соглашении о сотрудничестве, глава региона Андрей Травников презентует Герману Грефу проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок-2.0». Поддержка инновационного и высокотехнологичного производства – один из основных пунктов документа. На базе НГУ Сбербанк готов создать хаб инновационных лабораторий. Вопросом образования в соглашении уделили много внимания, считает глава региона Андрей Травников. И Сбербанк, и Новосибирская область очень заинтересованы в развитии образовательных проектов, образовательных проектов отрасли среднего образования, вузовского образования. Здесь есть чем поделиться и нашему региону, и по Сбербанке. Я уверен, что подписание сегодняшнего соглашения даст дополнительный импульс для развития системы образования как в нашем регионе, так и в целом стране. Одно из конкретных решений – участие Новосибирской области в федеральной программе «Учитель для России». Суть в следующем – выпускники престижных вузов проходят переподготовку и участвуют в конкурсе. Победители на три года едут в деревни, где детям особенно нужны творческие педагоги. При этом банк и правительство региона берут на себя затраты по переобучению и выплате ежемесячной стипендии плюсом к основной зарплате. Когда лучшие выпускники лучших вузов страны едут в отдаленные сельские школы и работают там в качестве учителей. Андрей Александрович сказал, что это в Новосибирской области очень интересно, поэтому мы договорились о том, что мы этот проект в этом году уже начнем реализовывать. Также стороны договорились о кредитовании крестьян по направлениям, определенным госпрограммой развития сельского хозяйства до 2020 года. А это займы под минимальный процент на покупку семян, техники и ГСМ. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Президент России поставил задачу сделать жилье любого уровня, хоть элитное, хоть эконом-класса, комфортным. Пока четко сформулированных критериев, из которых складывалось бы понятие абсолютного комфорта, нет. А вот диалог власти и застройщиков уже ведется. Сегодня полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло познакомился с несколькими примерами реализации программы благоустройства. Дело не только в эстетике. Прежде всего в безопасности. Это удобные пешеходные переходы, продуманные детские площадки, система видеонаблюдения. То, чего не хватает большинству новосибирских дворов. Мы должны людям предоставить весь спектр рынка жилья. Но оно должно быть комфортное, благоустроенное, хорошее. А по ценовой политике мы должны предоставить весь спектр. Почему? Потому что мы сегодня говорим уже не о том, что обязательно, значит, в любом случае надо вселить. Мы говорим о том, что есть потребность у людей, есть спрос у людей. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. В школу хотела идти? Да, нет. Нет? Почему? Сначала не хотела, потом я зашла, а потом мне понравилось. Вот сейчас мы находимся на улице Попова, где в этом году произошло только три пожара в частном секторе. Современное напольное покрытие и качественное освещение дают стопроцентный результат. 15 и 16 сентября в Центре спортивной подготовки «Заря» пройдут всероссийские соревнования по самбо «Кубок Сибири». Приходи поддержать наших спортсменов. Подробности на www.sambonsk.ru Три сотни первоклассников со всей области сегодня побывали на губернаторском приеме. Встреча в Глубусе получилась не совсем официальной, скорее веселой и познавательной. Эта девочка с озорными бантами больше похожа на принцессу, но грезит о карьере генетика. И потому начала учиться с детского сада. Несколько лет занимается ментальной арифметикой. Если ей заниматься, то у нас память лучше, то, в общем, стихотворение быстрее учим. В общем, я сейчас уже в первом классе, я уже умножение всю таблицу знаю. И таких способных первоклассников здесь около 300. Кстати, еще и творческих. Все они победители конкурса рисунков «Просторы Сибири». На губернаторский прием приехали со всей области. Он уже четвертый год проходит, но у нас с каждым годом новые первоклассники. Поэтому это совершенно новые наши друзья, которые пошли в первый класс. В этом году их на территории региона более 36,5 тысяч. Надо сказать, что за последние три года количество первоклассников у нас перерастает каждый год примерно на тысячу. И поэтому в этом году рекордно большое количество. Первоклассникам в театре «Глобус» было некогда скучать. Дети знакомились с астрономией, ментальной арифметикой, порадовали и любителей сказки. Закончили прием спектаклем «Золушка». Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Новости ОТС. Опасный сезон. Пожарные с началом осени стали выезжать на тушение огня чаще. Рейды безопасности, мероприятие в мегаполисе традиционное. Но частный сектор для инспекторов – зона особого внимания. Тему продолжит Александр Попов. Таня Владимировна противопожарные требования к отоплению изучала сама. Заводской котел, притопочный лист, правильно выложенный дымоход. Практически все соответствует нормам. Дымоход-то штукатурен, трещин нет, побелен, в принципе, все видно. Делали сами и для себя. Мужчин в доме нет, поэтому выложить качественно и безопасно старались вместе с дочерью. С собственными женскими силами? А где вы вообще, как прочитали, как надо делать? Ну я вообще-то на стройке работала. Однако именно этот микрорайон, лесоперевалка, а также соседний затон часто становятся источниками беспокойства для пожарных и местоназначения профилактических рейдов спасателей. Вот сейчас мы находимся на улице Попова, где в этом году произошло только три пожара в частном секторе. Неисправность электропроводки, неисправность печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. Если жители не могут или не хотят заботиться о себе, то активно подключается государство. Еженедельные рейды проверяют не только печное отопление, проводка и состояние электросети, осматривают и наличие на участке горючих материалов, а с этого года и не скошенные травы выше 15 сантиметров. За все эти нарушения проверяющие могут наложить штраф от полутора до трех тысяч рублей. Как говорят сами спасатели, лучше заранее предотвратить несчастные случаи, чем бороться потом с последствиями. Александр Попов, Александр Ведерников, Новости ОТС. До единого дня голосования. Два дня. Со стороны организаторов процесса все готово. Готов ли электорат? Выяснила наша съемочная группа. Найди минуту, приходи и приводи друзей. Вместе всегда круче, вместе веселее. Нам нужен каждый. Без тебя никак нельзя. Выборы губернатора 9 сентября. Слово выбора говорит само за себя. У нас, у жителей региона, есть уникальная возможность выбрать свое будущее. Прийти и проголосовать. Выборы губернатора – это исторический момент для нашего региона. И мы с удовольствием пойдем голосовать и параллельно будем обеспечивать охрану общественного порядка на участках. Я считаю, что каждый сознательный человек должен участвовать в выборах. Потому что не только члены правительства, но и простые люди могут влиять на решение района, области, страны в том числе. И в этом, я считаю, что как раз и состоит настоящий патриотизм. Пойду. Я всегда хожу и обязательно. Это, как сказать, практически обязанность. А когда ты не голосуешь, тогда по-другому реагируешь на результат. А когда сам проголосовал, это уже хоть что. Напомню, выборы главы региона в это воскресенье, 9 сентября. Не забудьте прийти на избирательный участок. К другим темам. Персонажи пьесы Горького переехали в Силиконовую долину и пропустили новогоднее обращение президента Ельцина. Это предлагаемые обстоятельства. Спектакля «Дети солнца» в постановке Тимофея Кулябина. Режиссер вновь экспериментирует с формой и временем. И русские ученые, не совсем по-горькому, встречают вдруг 2000-й год в Америке, в общежитии. Что потом? Узнала Мария Черешнева. Скажем, вы варите суп. Сварили. Так. Пробуйте, понимаете, что забыли его посолить. Вместо того, чтобы добавить в свой суп соль, вы его выливаете и начинаете варить заново. Это у Горького Павел Протасов химик, не знающий того, что происходит вокруг, будто из-за облака испарений. Протасов Кулябина – увлеченный программист. Ему не чужды посиделки с друзьями, смех и веселье, но он предпочитает сидеть за монитором, прихлебывая энергетики. Режиссер перемещает персонажей пьесы во времени и пространстве. На этот раз заключительные дни 1999 года. Поэтому вот это ощущение слома эпох, что мир меняется как-то стремительно, и оно есть в самой пьесе, она построена на этом. Поскольку я по такой традиции все переношу в наши дни, но чтобы сохранить это ощущение, пришлось не совсем сегодня, а вернуться в 1999-2000 год. Потому что тоже было такое ощущение у меня лично и у многих, что происходит что-то в этом мире большое, важное, значимое. О том, что это еще и Америка, Силиконовая долина, напоминают мельчайшие детали сценографии. План эвакуации на английском пару раз промелькнули зеленые доллары. Но не более того, персонажи живут где-то вне определенной страны. Кажется, мир их окружен стенами общежития и их комнат. Здесь все равно пространство театра, все равно фонари, все равно зал, все равно кресло, все равно какие-то люди. И, конечно, это отличается. Но самое главное, что мы пытались схватить эту штуку, потому что люди разговаривают в комнате, не как в театре подают на задний ряд, как нас учили в училище, а, в общем, как бы общаются. И это, наверное, главное. Общаться, двигаться так, как это должно быть в тесном жилом пространстве, актеры учились вне театра, репетировали в обычной комнате. Да, действительно, какой-то очень странный эффект. Не сразу это возникло. Не сразу это возникло, а было очень непривычно вначале, потому что мы не знали, куда деться. Мы буквально были заперты в квартире. Привычная подача, беспривычных театральных интонаций. Это было очень здорово. Но, опять же, повторюсь, посмотрим, как это нам удалось все перенести на большую сцену. Сцену художник Олег Головко поделил на четыре комнаты. Та, в которой происходит действие, словно перемещаясь в пространстве, выходит на передний план. Внутри продуманные до мелочей детали. Компьютер, книги, гладильная доска. Наконец, новогодняя елка. Снаружи будущее, равное неизвестности. Мария Черешнева, Артем Валевич. Новости ОТС. Юные тагучинские спортсмены получили долгожданный подарок. После реконструкции в райцентре открыли спортивный зал, в котором смогут заниматься больше 700 школьников. Ирина Шатрова взяла баскетбольный мяч и отправилась проверять качество паркета на новой площадке. Сегодня вместо тренировки в спортзале небольшой праздничный концерт. Коллектив школы отмечает открытие комплекса после реконструкции. Поэтому петь решили не в актовом, а именно в спортивном зале. Когда я пришел в спортзал, он сразу мне понравился. Во-первых, до этого он был смутный, а сейчас он посветлел, и заходишь сразу. Яркое впечатление в спортзале. Хорошее покрытие, новые стены. Этой школе более полувека. Столько же спортзалу. К учебному году его только берили и красили. В этом году сделали капитальный ремонт. По современным технологиям восстановили стены, пол, потолки. Современное напольное покрытие и качественное освещение дают стопроцентный результат. Реконструировали спортзал на средства федерального бюджета. Третья школа сделала заявку на участие в программе капитальный ремонт спортивных залов. Несмотря на то, что зал сегодня имеет совсем другой вид, востребованность у него стопроцентная. И мало того, этого зала мало для нашей школы. Чтобы разгрузить школьный спортивный зал, на территории учреждения строят открытую многофункциональную площадку. Первые игры через неделю. Деньги выделили депутаты законодательного собрания. И это еще не все. В центре Тагучина начали строить крытый спортивный комплекс. Для нас это очень важный объект, потому что в городе Тагучине таких крытых спортивных комплексов у нас нет. Есть один в Горном, который пользуется огромным спросом не только у жителей нашего района, но и в ближайших районах. Проводятся соревнования областные, даже были соревнования субъектов по Сибирскому федеральному округу. Сейчас на площадке работает техника, готовят котлован. По проекту это будет трехэтажное сооружение. Просторные игровые залы, места для болельщиков, душевые, раздевалки. По плану уже в 2019 году на пороге этого комплекса разрежут праздничную ленту. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новосибирск Здравствуйте. 8 сентября по прогнозу западно-сибирского метеагентства в Новосибирске без осадки. В конце дня возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7 м в секунду, порывы до 12, влажность 78%. Температура ночи плюс 5,7, днем плюс 18,20. Последующие 2 суток временами небольшой дождь. Температура воздуха в воскресенье днем плюс 16,18, в понедельник плюс 12,14. На этом я побуду все. Хороших вам выходных. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok